Что интересная информация, я сегодня также увидела, что Атлантик-канцел пишет, что Россия может распасться на разные части. Failed state, такая несостоявшаяся государство, но к концу 1933 года. Как думаете, не будет ли это раньше? И как она будет распадаться? Каким образом? Что будет тогда с Путиным? Вот это интересно. Будет, будет распадаться. Кавказские регионы уйдут в отдельные государства. И слава тебе, Господи, и не будет им Россия больше денег давать. У них же там очень дотационные бюджеты. Сколько Чечня получает из бюджета России? Это же, ну, вообще беспредел. При этом, смотрите, вот сегодня очень важная новость, про которую вы ни разу не сказали. Официальное заявление министра финансов России, что дефицит бюджета России в этом году 3 триллиона... Да, об этом я тоже, кстати, хотела поговорить. 300 миллионов. Господи, 300 миллиардов. 3 триллиона с третью. Это такие бабки. Нам казалось, и мне тоже, что, ну, Россия более-менее устаканилась в этом году. Экономика почти не почувствовала. И куст доллара был 60 рублей за доллар. Это потому, что параллельный импорт наладили, все, что надо, запчасти, то, все, пятое, десятое. И цена на нефть, и там, и на газ, пока мы его продавали, была высока. И тут бабах. Минус 3 с третью. Триллиона. А на следующий год прогноз очень важный. Вы обратили внимание? Минфин уже посчитал за неделю до этого. Я думаю, сейчас жалеет Минфин. Посчитал, что если цена на нефть будет 50 долларов за баррель в следующем году, то это минус 2 триллиона рублей бюджетных доходов. А уже сегодня новость. Блумберг пишет, что очень уважаемое агентство Аргус, которое анализирует рынок нефти, оно прям независимо ни от кого, оно поймало цену на нефть сейчас, что в Приморске, по-моему, то есть на Балтийском море, нашу нефть отгружают по 38 долларов. При том, что биржевая цена Brent 78. Российскую нефть продают в два раза дешевле европейской, североморской. Вау! А мы слышали там про дисконт в 30%, скидку 30%, 20%, а тут что, в половину? Вы представляете? Минфин посчитал, если 50 долларов, то минус 2 триллиона, а тут 35? Да это вообще что с экономикой будет? Вы понимаете, да? То есть у Путина задница во всех, так сказать, местах, со всех сторон, и в экономике, и в армии, и везде. И он, что он может с этим сделать? Вы понимаете? Увольнять этих генералов, да, сделать их ответственными. А других генералов где он возьмет? Где у него другие генералы? Да, кстати, сейчас после того, что увидели, вряд ли будет какое-то лицо, которое хотело бы подставиться под это все и проложать эту бессмысленную войну. Абсолютно бессмысленная война. Сегодня вот видео, как в Херсоне прилетела бомба и огромная вот эта котлован, яма между двумя домами. И стоит пятиэтажка, вся выбитая, перебита. Причем видео сначала показывает пятиэтажку. Я думал, что ее обстреляли артиллерией. А оказалось, что нет. Это упала бомба рядом. Вот такой огромный котлован, ну просто тунгусский метеорит туда упал. И от нее была такая взрывная волна, что даже земля летела оттуда и сносила окна. И вот эта женщина несчастная, которая выжила, потому что она там плинтус протирала, она нагнулась. И тут это взрыв. И вот она об этом рассказывает. И вот это все видео, это называется война в прямом эфире. Вы понимаете? То есть это вот, я смотрю на это и просто офигеваю. Чем быстрее закончится, тем лучше.